На вопросы тех, кто находится на прайм-тесте. Ну и для тех, кому интересна тема вообще, кому нужна диета, как часто задают пациенты на своем приеме, нужна ли мне диета. Если вы не болеете, у вас нет проблем, вы к доктору не ходите, то и можете кушать так, как вы считаете нужным, как ваш организм показывает. Но если возникли заболевания, вот они у нас называются болезни, пищеварительные системы, которые могут быть в виде гастродоуденита, в виде колита, энтероколита, проявляется все это увеличением лимфатических узлов и изменением кровоснабжения в нижних конечностях, по ногам о цене работы кишечника, слова Гиппократа, либо это проблемы суставов рук, либо это проблемы нарушения мозгового кровотока. И получается у нас, что проблемы тела идут из кишечника. Если имеется изменение слизистой, либо в восходящем отделе кишечника, это называется язвенный колит, болезнь крона, либо это воспаление в сигмовидной кишке, либо это воспаление в поперечно-ободочной кишке. Конкретно вот сегодня появился ребятенок, был на приеме, у которого уже имеется в 6 лет камень в желчном пузыре. Гастроэнтеролог посмотрел и сказал, что сейчас это практически у всех детей, поэтому терапию я вам назначу попозже, когда мы сделаем следующее УЗИ. То есть вот родители как бы поняли, что это не совсем правильная ситуация, когда есть проблемы на УЗИ и нет назначенной терапии. Это гастродауденит и дискинезия желчеводящих путей. Так вот, если эти заболевания есть, если есть эти проблемы, тогда мы начинаем с вами о том, чтобы как-то изменить питание и восстановить слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Вот я специально вам нарисовала сроки обновления клеток организма, не я рисовала, это такая табличка у нас есть. И в результате того, что изменение клеток эпителия идет с разным числом времени, мы так с вами и должны, собственно, предусмотреть в диете эти изменения. Эпителий тонкого кишечника у нас обновляется раз в 4 дня. Слизистая желудка обновляется через 5 дней. Эпителий толстого кишечника обновляется через 4 дня. Значит, мы говорим, что при применении диеты мы с вами будем смотреть, насколько перевариваются продукты питания, и диета должна прежде всего нам привести к восстановлению слизистой желудочно-кишечного тракта. Значит, мы должны любую диету, которую вы не применяете, она должна быть ротационной. То есть мы не должны повторять один и тот же продукт не позже, чем через 4 дня. Ротация, почему я и назначаю всегда, и составляю ротационную диету, позволяет восстановить слизистую желудочно-кишечного тракта. Если у человека имеется нарушение выделения желчи и сока поджелудочной железы, и в результате этого идет заброс желчи в желудок, то снижается кислотность желудка, и снижается выработка желудочного сока, пепсина. Поэтому в этом случае, конечно, переваривание животного белка будет нарушаться. И вот прайм-тест показывает, какие виды животных белков человеку подходят. Если это переваривается, пища, то на момент воспаления мы ее только и оставляем, чтобы можно было восстановить клетки. Так вот получается, что у нашей пациентки по прайм-тесту на сегодняшний день положено только применять, только курицу. Хотя она кушала говядину. Вот одним подходит говядина, а другим подходит курица. Это зависит от того, какое количество фермента пепсина, какое количество соляной кислоты в желудке находится. Если в желудке все спокойно, то есть нет гастродоуденита, то при тестировании по прайм-тесту вам подойдут практически все животные белки. И баранина, и свинина, и говядина. Вот малышок у нас был. Все подходило, кроме белого мяса. То есть наоборот, курица, наоборот, индейка, они не подходили ребенку. Поэтому с ротацией, обязательно с ротацией, должны применяться животные белки, чтобы восстановить проблемы желудка, если они у вас есть. Значит, мы применяем, например, вы кушаете курочку, но в следующий раз вы курочку покушаете только через 5 дней, чтобы у нас смогла восстановиться слизистая желудка, потому что до переваривания будет идти вот такое количество времени. Если есть проблема дискинезии желчеводящих путей и нарушен выход сока поджелудочной железы и желчи, то у нас наступит проблема переваривания углеводов. И в таком случае мы будем у людей иметь различная возможность переваривания пшена, кукурузы, пшеницы, рожи. И вот посмотрите, ржи, то есть, или рожи, ржи, наверное, да? Поэтому мы, данные дамы, имеем переваривающими рис и пшено. А вот рожь и пшеница, мы сейчас посмотрим у нее, да? В данном моменте у нас наиболее агрессивным оказалась пшеница, третья красная зона, кукуруза, третья красная зона, и рожь, третья красная зона. Поэтому мы обязаны применить ротацию к этим продуктам. И пшеницу у нас эта дама не будет кушать где-то полгода, для того, чтобы мы могли восстановить слизистую желудочно-кишечного тракта. А применять все продукты, которые глютеновые, рис и пшено, применять только раз в пять дней. Ротационная диета. Именно такой вопрос мне и задают. А можно я просто буду есть, что хочу, из того списка, который мне подходит? Нет, говорю, для того, чтобы нам качественно восстановить слизистую желудка и кишечника, мы должны сделать именно такую ротацию. Совершенно не зависит от того, как человек себя содержал, как он занимался желудочно-кишечным трактом, насколько ему будут подходить фрукты и овощи. Говорят, фрукты и овощи подходят всем. Нет, далеко не всем. И очень часто у вегетарианцев проблемы гастрита связаны не потому, что они вегетарианцы, а связаны с тем, что у них нарушено переваривание вот этих вот самых белков. И у них их только растительные. Растительные белки очень часто не подходят вегетарианцам. И вот здесь мы видим, что у нашей дамы криминальными являются соя, помидоры и брокколи. Совершенно, казалось бы, непонятная ситуация. Но мы говорим, если есть гастродоуденит и нарушается переваривание в желудке животного белка, у нас и переваривание клетчатки уже будет нарушено в желудке. Она будет задерживаться, эта пища. Поэтому ротационная диета позволяет нам восстановить слизистую желудочно-кишечного тракта. А если мы еще и работаем с продуктами, которые подобраны, то тогда мы уходим от гастродоуденита, колита, эндроколита, холецистопанкреатита. Вот такие диагнозы практически от гастроэнтеролога я получаю в виде уже исследования проведенных назначений. Поэтому для этих товарищей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, конечно, мы должны применять как ротационную диету, так и прайм-тест.